Шипы или липучка? Вечный вопрос для российских автомобилистов. Наш автоэксперт Евгений Покровский решил найти ответ на этот вопрос. Ну что, поехали! Мы на испытательном полигоне «Нами». Один автомобиль, два вида покрышек, шипы и липучка. Два теста. Первый на рыхлом снегу, второй на чистом асфальте. У кого тормозной путь длиннее, тот и проиграл. Каким образом проводится расчет эффективности торможения шины? Мы устанавливаем прибор информационно-измерительный на наш автомобиль, который работает на основе спутников GPS GLONASS. Этим прибором мы вычисляем тормозной путь, замедление, также скорость автомобиля. Немного теории. Шипы лучше работают на заснеженной дороге с тонким слоем льда. Липучка хороша на мокром асфальте. От слов к делу. Заснеженная дорога, шипованная резина. Разгон до 60, резко тормозим. Опа. Итак, сколько у нас на приборах? Со скорости торможения 61 км в час. Тормозной путь у нас получился 58 метров, а замедление 57 метров. Тормозной путь у нас очень большой, потому что с этой же скоростью торможение на сухом асфальте, тормозный путь у нас составил порядка 15 метров. Чем ответит липучка? Условия те же. 60 км в час, тормозим перед теми конусом, педаль в пол. Хорошо. 60 метров. Первый раз у нас было 58. То есть на 2 метра всего лишь мы проехали больше. То есть на рыхлом снегу действительно липучка не так эффективна, скажем, как все-таки шипы. Да? Все верно. Начинаем второй тест. Слегка припорошенный снегом асфальт. Шипованная резина. Все. В час и тормоз. 40. 40 метров. На 18 метров. И, наконец, последний заезд. Типучка на асфальте. 43. То есть на 3 метра опять же мы проехали чуть-чуть дальше. Получается у нас в обоих случаях немного лучше все-таки сработала шиповка. Подводим итоги. Разница не критичная. Поэтому вывод очевиден. Таким образом советы остаются прежними. Если вы хотите больше управляемости, но за это расплачиваться большей шумностью и большим расходом топлива, берите, конечно же, шипы. Если вы хотите больше динамики и большего комфорта, то ваш выбор должен склоняться в пользу уже, конечно же, липучки. Меня зовут Евгений Покровский. Пусть каждое ваше утро, особенно в дороге, будет добрым. Продолжение следует...